Это самое отвратительное явление. Здесь мы все должны быть едины. Самое жестокое подавление любого вида террора и искоренения его. И когда Израиль, нам известно, что якобы даже взрывает дома, откуда известно, он жил там у родителей, это правильная линия. Нужно найти способы подавить террор по всей планете. На Кавказе у нас тоже самое, вот у вас там на Ближнем Востоке, на Балканах, в какой-то степени могут быть Афганистан. Вот четыре точки. И это отвратительное явление. Это никому не нужно. Все против этого. И когда могут воспитать тысячи и тысячи смертников, у нас будут постоянно тысячи актов террористических, сотни тысяч людей будут погибать каждый год, это не годится. Нужно остановить так, чтобы все поняли, что террор на планете Земля все отрицают. Все его отвергают и все требуют самого жестокого наказания, вплоть до уничтожения целых поселков, там не знаю, целых регионов, откуда он. Чтобы те, кто его воспитывают смертником, они поняли, что их это возвездие может достичь. Вы здесь сидите, у вас лагерь, вы их воспитываете. Но если мы узнаем, что там у вас лагерь, то все будет уничтожено в округе и ваш лагерь. Чтобы учителя поняли, что их ученики погибнут, но и вы можете погибнуть. С вашими, со всеми родственниками. То есть нужно найти формулу отрезвления, потому что иначе это будет мир постоянно в состоянии такой вот войны. Это всех как бы будет трогать. Будут расти цены на нефть и будет ражиться общественное мнение. И просто, это просто подавление психики будет. Люди будут больные все на всей планете. Это тяжело, нужно жестоко подавлять все. Да, безусловно. И огромное количество трупов в этой войне. То есть действительно по-другому, наверное, и нельзя квалифицировать. Действительно, алюминиевая война, и достаточно долго она гремела. Здесь, понимаете, сначала нужно вообще говоря выяснить природу появления этих документов. А природа обычно следующая. Конкуренты, работая по конкретному человеку, буквально все, что может его скомпрометировать, обобщают и вбрасывают во всевозможные средства массовой информации, в том числе и в правоохранительные органы. Вернее, конечно, не в том числе, но и в правоохранительные структуры. И получается, что получив информацию из разных источников информации, правоохранительные органы начинают проверку этой информации. И на вот этот период проверки, вольно или невольно, вынуждены говорить о том, что человек такой-то подозревается в определенного рода действиях. И вот по этим подозрениям принимаются решения о запрещении въезда или выезда из страны. Иногда и о задержании того или иного гражданина России. Вообще, в вопросах сотрудничества очень много накопилось вопросов. Вы знаете, что Россия пошла на путь сотрудничества абсолютно по всем направлениям. Это свойство русской души, если хотите. Либо мы застегнуты наглухо, либо мы так рванули на себе рубаху, что показали все вместе с ребрами, доказывая, какие мы откровенные, какие мы хорошие. Увы, с сожалению, должен констатировать, а я, кстати, всегда являлся сторонником такого сотрудничества. И вся моя деятельность была направлена именно на это. Потому что я считаю, что терроризм невозможно победить в одиночку, отдельно взятой стране. Только объединившись мы можем поставить надежный заслон, надежную преграду этому явлению.